доброе утро друзья зачитываю вопрос здравствуйте михаил у меня есть вопрос ответ на который я получу только от вас больше никто не поможет ответственность какая у меня ладно у меня есть родная сестра которая состоит в браке и имеет троих детей хорошо мы мусульмане у ее мужа был родной брат которого убили сотрудники спецслужб обвинив его в пособничестве терроризму и так есть человек он пишет у него есть сестра сестра замужем у мужа брат который убит после этого события после этого события вся их семья живет в страхе за свою жизнь то есть речь идет о сестре и ее мужем так как они а так как наша республика небольшая вот тут не сказано какая республика я не знаю чечня дагестан где это происходит у нас быстро распространяются слухи и в дальнейшем становится трудно жить то бишь нелегко устроиться на работу и все такое можем ли мы подать на убежище какие у нас шансы уехать из этого места туда где мы не будем бояться за себя и своих детей и сможем спокойно придерживаться своей религии и работать на пользу себе и стране в которой мы живем ну что же друзья давайте значит тут есть как бы два аспекта который я лично вижу но но я сразу оговариваю что я чисто так и здравого смысла я не не юрист не специалист и лишнего на себя не беру значит что мы имеем значит семья живет в страхе почему она живет в страхе потому что там где они живут законы сильно не действуют там не до законов там свои какие-то неписанные правила человеку становится плохо тут и там да потому что он родственник там чей-то с точки зрения как бы западный такой демократической мысли быть родственником террориста не не является преступлением это отдельная история был ли он террористом убили его при каких обстоятельствах доказано не доказано это совершенно отдельная история допустим он был допустим доказано и и вот все против него брата мужа но это не значит что брат как-то вовлечен там и так далее то есть с точки зрения такой западные мысли их обижают за зря с точки зрения мысли восточный как бы особенно сильно восточный значит там брат за брата отвечает и сын за отца отвечают и все друга за друга отвечают значит безусловно у них есть как бы свой кейс у них есть свой кейс конечно если бы например там этот брат погиб в борьбе там с режимом как-то борясь за демократические идеалы наверное это было бы абсолютно таким чистым беспроигрышным там я не знаю поскольку он все-таки боролся за ну как бы предполагается что убили его за это за не совсем как бы светлые идеалы то это как бы некий минус но опять это минус с точки зрения нашей такой бытовой логики с точки зрения судьи который будет этот кейс решать или с точки зрения а иммиграционного офицера которому сразу это попадет еще до суда если случится суд до суда может не быть если иммиграционный офицер этот кейс решит я думаю да значит безусловно у них есть кейс он он состоит в том что власти государство не в состоянии защитить людей от преследований которые ну как бы на них свалились из-за некоторой такой вот вины до родственной то есть они живут в мусульманской республике то есть по этой части их никто не обижает но вот как бы значит подозреваю как бы подозрение такое знаете как вот сказать не пойман не вор да но это не везде так работает вот осадочка остался этим да да безусловно если они с юристом на эту тему поговорят а миграцию иммиграционным американским юристом им быстро нарисуют как бы вот этот путь то есть не 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 нарисуют про про рисуют про чертят исходя из конкретных обстоятельств я думаю да вот значит следующим шагом в решении этого вопроса было бы общение с миграционным адвокатом skype там выйти поговорить значит меня только вот один аспект здесь беспокоит он состоит в том что не сама женщина и не муж женщины интересуются а обрат этой женщины вот как бы меня это наталкивает на мысль что может быть сама семья который плохо приходится что вот этой семье как как то они не рассматривают что ли этот вариант может быть он пытается их туда склонить к эмиграции может быть не хочется эмигрировать и так далее я я не знаю с моей точки зрения если допустим они там скажем чеченцы да с моей точки зрения они бы себя в америке если от люди мирные спокойные вот все что им надо просто работать да там и ходить в мечеть то дим в америке было бы проще намного то есть здесь нет такой подозрительности в людях там это ага там чеченцы там наверное какие-то связи у них здесь здесь такого нет хотя безусловно как сказать некоторая напряженность возникает когда что-то такое с исламом экстремизмом вот что-то такое в воздухе висит это дело то есть если что-то такое происходит то люди начинают больше нервничать чем если бы это был человек в тюрбане там я не дали в ермолке поэтому как бы ожидания такие присутствуют чуть не очень хорошего вот так что это есть ладно ребят счастливо